Магаданская область Магаданская область На заседании губернатор Магаданской области отметил, что с прицелом на лето необходимо организовать покрытие до съезда в кваде. Это позволит рыбакам спускать маломерные суда. Поддержали губернатора и местные рыбаки. Вы присутствуете сегодня на сдаче спектакля «Мой друг, кто ехал в Магадан» в жанре документального концерта. Это значит, что будут иногда петь. А документальное – это то, что весь спектакль собран из интервью людей, которые примерно одних лет с Владимиром Рассоцким. Если бы он был живым сейчас. И дай Бог им всех здоровья. Это те, кто в советскую эпоху Магадана создавал его культурный год и его славу. Спектакль известного московского режиссера-постановщика Родиона Букаева показал Магаданский государственный музыкальный и драматический театр. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Зрители были в масках и рассажены на дистанции. Из-за пандемии посетить спектакль разрешено было только 20 магаданцам. Документальный концерт под названием «Мой друг уехал в Магадан» показали 12 артистов. Каждый из них был в роли человека советского, тех далеких 60-х годов. Спектакль прозвучал о нашем времени, хотя события в нем происходят в 61-м, 64-м, 68-м годах и пересекаются с современностью. В художественной постановке актеры показали, что проблемы тех годов полностью пересекаются с сегодняшними. Город будущего населения более урбанизированный город, чем на материке. Компактный, высокий, многоэтажный. Он будет более ограничен в возможностях озеленения. Но он будет иметь более тесные связи с производствами и коммуникациями. Стеклянные галереи, всевозможные туннели, которые связывают предприятия и здания между собой, органично впишутся в его пейзаж. Спектакль «Мой друг уехал в Магадан» не только о Владимире Высоцком. Здесь есть и более глубокие аспекты, которые как раз и раскрывают артисты в своих героях. Если идти от афиши, то, что написано «Мой друг уехал в Магадан», Владимир Семенович Высоцком, на 50% да о нем спектакль, и на 50% нет. Спектакль о времени, что происходило в эти годы и что связывалось с Владимиром Семеновичем Высоцким. Вот он приезжал в Магадан на сутки, что произошло, уехал. И вот есть такое промежуточное время, 61-й, если не ошибаюсь, и 68-й. И вот что происходило. О людях, как покоряли города, как запускали ракеты, как влюблялись, как расходились, как целену вспахивали, как спали на земле, как кусали комары. Обо всем. Было очень здорово. Творческая очень атмосфера в городе была. Ну, встречались много в кафе. Это самое, а в кафе коньяк не давали. Только кофе с коньяком. Ну, подумывали разговоры, беседы, но не... Нет, ну... О будущем Колумы, о геологии, о поэзии. Интересно было жить, и молодые все приехали. Весь институт приехал, организовался на Северо-Восточное геологическое управление. В спектакле есть роли реальных людей, которые живут в Магадане. Среди них Елена Гоголева и интервью с ней. Юрий Прус, магаданский геолог, тоже есть в этом документальном концерте. Как отметили специалисты, возрастного ограничения в спектакле нет и быть не должно. Дети и молодежь обязательно должны посмотреть его и подчеркнуть для себя факты об истории и Магаданской области в том числе. ПЕСНЯ Как они радовались, как они к этому шли. Любой, допустим, подвиг, это не просто вот, допустим, бригада перевыполнена план, как сейчас, да? Ну, перевыполнены, молодец и молодец. А раньше это просто вперед и в бой. Это было за гордость, честь, чтобы перевыполнить. Одни сделали там 200 тонн, скажем, грубо говоря, угля, а вторые сделали 300. Это борьба. Ну, хочется, чтобы и молодежь знала историю нашу, прежде всего. И даже, скажем, не общую, а нашу магаданскую историю знала. Вот, как-то так. Только чайки, как молнии, пустотой, мы их кормим из рук. Награды нам, как завершить молнии, Обязательно будем с рук. Спектакль закончился, но впереди еще столько ролей будет сыграно. Закончится пандемия, и Магаданский государственный музыкальный и драматический театр распахнет свои двери уже для всех магаданцев. Вакцинация от коронавируса продолжается на Колыме. По словам экспертов, для создания массового иммунитета нужно привить более 40 тысяч человек. Если магаданец хочет сделать прививку, он должен соответствовать определенным правилам. Быть старше 18 лет, иметь полис обязательного медицинского страхования, не болеть у ИРВИ на момент вакцинации и в последние две недели до нее. Также нельзя прививаться беременным и кормящим матерям. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, планируют ли они вакцинироваться от COVID-19. Портреты в разных техниках, графика и добавление оттенков. В Магаданской областной библиотеке имени Пушкина запустили арт-проект «Палитра». Это мастер-классы по живописи не только для опытных, но и для новичков. По словам организаторов, каждый человек в душе художник. И для того, чтобы научиться рисовать, не обязателен талант. Нужен лишь хороший учитель. Мы постараемся показать каждому, что он способен нарисовать. Для этого нужно всего две вещи. Это просто начать, и чтобы рядом был тот, кто может показать, как именно рисовать. Организаторы планировали провести четыре занятия – один раз в квартал. Однако желающих оказалось много, поэтому уроков сделают больше. На первом занятии начинающие художники работали с акварелью, рисовали горный пейзаж. На следующих уроках магаданцы смогут научиться создавать свои картины и другими способами. Мы планируем научить акрилу, гуашь, и, может быть, даже рискнем, замокнемся на масло. По словам организаторов, цель мастер-классов – помочь новичкам овладеть навыками рисунка, научиться применять законы рисования на практике, повысить общий художественный уровень. Агентство по туризму Магаданской области запустило онлайн-выставку «Зимний вернисаж». Приурочили ее к празднованию Всемирного дня снега. Отмечают его в предпоследнее воскресенье января. Цель праздника – пропаганда здорового образа жизни и спорта в зимнее время. Примерно 50% населения земного шара никогда не видели настоящий снег, утверждают эксперты. По статистике, снежный сезон на Колыме длится с ноября по май. Поэтому у жителей области есть возможность не только насладиться красотой северной природы, но и кататься длительное время в году на горных лыжах и сноуборде. На онлайн-фотовыставке представлены зимние пейзажи колымских фотографов и участников фотовыставки «Открой для себя Колыму». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова